Здравствуйте! В эфире программа «Экстренный выезд» в студии Ильхам Нигматуллин. Сегодня мы расскажем о самых заметных происшествиях, случившихся в Обнинске и ближайших городах за минувшую неделю. Жуткое ДТП на 114-м километре федеральной трассы М3 Украина. Три человека погибли, три пострадали. Трагедия на рассвете. Утром во дворе Обнинской многоэтажки прохожие обнаружили тело подростка. Новые подробности в деле о пропавшем без вести мужчине в Малорославецком районе. Стражи порядка нашли в лесу его автомобиль. Смотрите через несколько секунд только в нашей программе на телеканале Обнинск ТВ. И теперь подробнее. Как мы уже рассказывали, в конце июня в Малорославецком районе пропал 51-летний Геннадий Марчук. Он уехал из дома на своем автомобиле Митсубиси Паджеро в неизвестном направлении. В среду, 2 августа, Калужское региональное управление Следственного комитета сообщило о возбуждении уголовного дела по факту пропажи человека. По информации Следственного комитета, в июле, в 15 километрах от дома Геннадия Марчука, в лесу нашли его машину. Следователи проводят комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на отработку всех версий произошедшего. До настоящего времени местонахождение мужчины неизвестно. В минувшую пятницу, 28 июля, в 8.30 утра произошли сразу две аварии. Первая случилась на объездной дороге в Кобицыно. Девушка за рулем малолитражки Hyundai перед выездом на главную дорогу приостановилась, чтобы убедиться в безопасности своего маневра и пропустить поток машин. А водитель на автомобиле такой же марки, который следовал в этом же направлении, не успел среагировать на этот маневр и врезался в заднюю часть кузова. Вторая авария в это же время произошла на 101-м километре трассы М3 Украина. Водитель за рулем автомобиля марки D удвигался со стороны Москвы в направлении областного центра и почему-то не заметил образовавшийся транспортный затор, крайним в котором стоял черный внедорожник Киа. К счастью, и в этой ситуации люди не пострадали. А вот через 10 минут недалеко от предыдущего места происшествия произошло новое ДТП. По невыясненным пока причинам автомобиль марки Volkswagen двигался со стороны Москвы и попал в неуправляемый занос. Универсал вылетел на обочину, где врезался в остановку. От удара иномарку развернула, она задела фонарный столб и задней частью кузова почти съехала в кювет. Удивительно, но после всего, что произошло, водитель остался целый и невредим. По словам очевидцев, мужчина вышел из машины, осмотрел повреждения и ушел по-английски. В момент происшествия людей на остановке не было, иначе и трагедии было бы не избежать. Этим же утром в дежурную часть полиции Убнинска поступило сообщение о краже. Бригадир складского помещения, принадлежащего МПКХ, предыдущим вечером закрыл помещение на ключ и ушел. А в 9 часов утра, когда зашел в помещение, обнаружил, что пропали велосипед и три бензокосилки. Стоимость каждой составляет примерно 15 тысяч рублей. По словам заявителя, замки были не повреждены и закрыты на ключ. Стоит отметить, что ключи есть еще у нескольких сотрудников компании. Причастны ли они к краже, теперь будут выяснять следователи. Страшная трагедия произошла 31 июля. Около 5 часов утра в дежурную часть Наукограда поступило сообщение, что у третьего подъезда дома номер 6 по улице Энгельса лежит бездыханное тело молодого человека с признаками падения с высоты. Как было установлено, правоохранителями им оказался местный житель 2000 года рождения. На место происшествия выехала следственная оперативная группа. В настоящее время проводится проверка в порядке статей 144 и 145 уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Уполняется комплекс необходимых проверочных мероприятий для установления обстоятельств произошедшего. Утром понедельника сотрудники детского медицинского центра, расположенного на проспекте Ленина, пришли на работу и обнаружили, что окна вскрыты, а в помещениях беспорядок. По предварительной версии, злоумышленник залез на второй этаж, взломал одно из окон и проник в коридор. Но попытка попасть в кабинет приемной, увы, не увенчалась успехом. Преступник выломал решетку на втором окне и проник во второе помещение, где похитил выручку в районе 50 тысяч рублей. Медицинское оборудование не пропало. Ведется расследование. А на днях в полицию обратились и две женщины, которые тоже сообщили о краже. По прибытии правоохранителей в многоквартирный дом по улице Кончаловского, родственницы поведали странную историю о том, что кто-то приходит к ним домой, забирает их драгоценности, лежащие под подушкой, и потом возвращает. В этот раз пропали цепочка и кольцо. Как позже выяснилось, одна из заявительниц наблюдается у врача, имеет психические расстройства, и никакой кражи на самом деле не было. 31 июля приблизительно в 8.30 утра произошло ДТП на пересечении проспектов Ленина-Маркса. По предварительным данным, водитель белого внедорожника Митсубиши решил перестроиться из левого ряда в правый и, видимо, не заметил автомобиль Лада Приора, который двигался параллельно. Произошло столкновение. В очередной раз мы можем наблюдать, как невнимательный автолюбитель может создать неудобства для многих участников движения. В 10.00 уже на самом проспекте Ленина произошло дорожное происшествие по классической схеме. Водитель за рулем ВАЗ-2113 притормозил перед разметкой пропустить пешеходов. И в этот момент произошел удар в заднюю часть кузова от «Шевроле». Люди не пострадали. В 14.30 улица Курчатова автомобиль ВАЗ-2114 врезался в припаркованную на обочине «Газель». Водитель отечественной легковушки так и не смог объяснить, по какой причине произошло столкновение. Медицинская помощь не потребовалась. 1 августа 2017 года в Калужской области было зарегистрировано 493 сообщения, из них 46 – о преступлениях. В течение дежурных суток правоохранителями раскрыто 27 происшествий. По данным ГИБДД было зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в которых 3 человека погибли и 10 человек получили травмы различной степени тяжести. Оформлено 50 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом. А сейчас подробнее расскажем о том, чем запомнился этот день. Рано утром 1 августа на 114-м километре трассы М3 Украины произошла автокатастрофа. По предварительным данным, микроавтобус марки «Фольксваген» двигался по правой стороне дороги со стороны Брянска в Москву и не заметил стоящий КАМАЗ с включенной аварийной сигнализацией и выставленным предупреждающим знаком. Сегодня, 1 августа 2017 года, приблизительно в 4.30 утра на 114-м километре автодороги М3 Украина произошел наезд в стоящие транспортные средства. Микроавтобус въехал в автомашину КАМАЗ. По предварительной информации, 3 человека погибло. А еще трое пострадали. В настоящее время все обстоятельства этой тяжелой аварии выясняются. В минувший вторник в 9.00 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок. Владелец автомобиля марки «Хюндай», выезжая с улицы Победы на Курчатова, не уступил право приоритетного проезда «Белый Киа». В этом происшествии обошлось без жертв. На некоторое время машины частично перегородили движение. В это же время еще одна авария произошла на 105-м километре Киевской трассы. Столкнулись форты ВАЗ-2107. По невыясненным пока причинам, отечественная легковушка, которая двигалась со стороны «Экологи», допустила столкновение с иномаркой, стоявшей на запрещающий сигнал светофора в левом ряду. Уже на повороте к городу Обнинску. В результате ДТП никто не пострадал. Во второй половине дня произошла дорожная авария с участием пешехода. Водитель за рулем автомобиля марки «Рено» двигался с улицы Курчатова, совершая маневр поворота на улицу Победы, где в это время по пешеходному переходу шла пожилая женщина. По словам мужчины, он ее не заметил и совершил наезд. 71-летнюю местную жительницу доставили в клиническую больницу номер 8. Медики диагностировали у женщины ушибы и ссадины кожных покровов. В 14.30 произошло досадное ДТП на проспекте Ленина. По предварительным данным, женщина за рулем универсала марки «Рено» выезжала задним ходом и не заметила «Хюндай». К сожалению, невнимательность обернется большими расходами на ремонт машины. Кроме сообщений о дорожных происшествиях, в этот день в полицию поступило и заявление об обнаружении фальшивой купюры в одном из банков на проспекте «Маркса». Клиент переводил на сберегательный счет сумму в размере 100 тысяч рублей, и одна из банкнот номиналом 5 тысяч рублей вызвала подозрение у сотрудников. Мужчина пояснил, что наличные он получил на работе в виде заработной платы. Купюра среднего качества была изъята и отправлена на экспертизу. Если вам также стала известна информация о лицах, изготавливающих или сбывающих поддельные купюры, незамедлительно обращайтесь в отдел по борьбе с организованными преступными группами в сфере экономики. Фальшивым манечеством ОЭППК ОМВД России по Калужской области по телефону, указанному на экране. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу, а после нее во втором блоке программы «Экстренный выезд» вы увидите. В Обнинске ищут девушку на черном внедорожнике, которую подозревают в массовом убийстве собак. Ее действия попали в объектив камеры видеонаблюдения. В редакцию обратились сотрудники одного из обнинского предприятия «Пробетонгрупп» с жалобой на то, что работодатели не выплатили им заработную плату и не вернули трудовые книжки. Об этом и не только. Расскажем сразу после рекламы. Оставайтесь с нами. Это «Экстренный выезд» в студии Ильхам Нигматуллин. Мы продолжаем. Несколько дней назад в обнинских СМИ и в сети интернет появилось видео молодой особы, которую жители Нукограда подозревают в убийствах нескольких собак. Девушка попала в объектив камеры наружного наблюдения, установленная на одном из зданий жилого комплекса. На записи видно, как она выходит из темного внедорожника с пакетом в руках. На следующих кадрах запечатлена собака, умирающая в конвульсиях на газоне в нескольких метрах от того места, где остановился внедорожник. Этими кадрами заинтересовались правоохранители, но то, что девушка на видео «Докхантер» пока не уверены. По данному факту сейчас проводится проверка. По ее результатам и будет принято процессуальное решение. 2 августа около 8 утра в Жуковском районе деревни Верховья произошло серьезное ДТП. По предварительным данным водитель, управлявший автомобилем ВАЗ-2107, двигался в сторону Жукова, включил левый указатель поворота и остановился, чтобы пропустить поток автомобилей по встречному пути. И неожиданно в этот момент времени в заднюю часть кузова отечественной легковушки на полном ходу врезался Рено. «Семерку» развернуло на 180 градусов. Двое ее пассажиров серьезно пострадали. В тяжелом состоянии их доставили в ближайшую больницу. А иномарка в результате мощного удара загорелась. Но, к счастью, огонь быстро удалось локализовать, и люди не погибли. Все обстоятельства этой аварии сейчас выясняются. В Обнинске тоже не обошлось без происшествий. Во второй половине дня в районе АБЗ женщина на Тойоте выезжала задним ходом с места стоянки и врезалась в Киев. Возможно, что автоледи не рассчитала дистанцию или же просто не заметила серую иномарку. Этим же днем в полицию поступило сообщение о краже по адресу Киевское шоссе 33. На оптово-продовольственной базе у одного из складов мужчина припарковал гурзовик марки «Хюндай» и отлучился на полчаса. По словам потерпевшего, он вернулся, открыл дверь и, когда уже отъехал от места стоянки, то обнаружил, что из салона пропала выручка в размере 98 тысяч рублей. Заявитель отчетливо помнит, что машину закрывал. Правоохранители проводят следственные оперативные мероприятия по данному делу. Ближе к вечеру в районе городского вокзала сотрудниками полиции были задержаны трое иностранных граждан в неадекватном состоянии. Стражи порядка доставили мужчин в отделение для установления личности и составления административных протоколов за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии. 3 августа около 4 утра на одной из улиц города Обнинска стражи порядка остановили несколько граждан для проверки документов. При личном досмотре у одного из мужчин, который вел себя подозрительно, было обнаружено несколько пакетиков с порошком белого цвета. Данные свертки изъяли и отправили на исследование в экспертно-криминалистический центр, по результатам которого будет вынесено соответствующее процессуальное решение. А в 8.30 утра у школы номер 11 со стороны проспекта Маркса было зафиксировано дорожно-транспортное происшествие. Владелец автомобиля марки «Митсубиси» выезжал задним ходом и не заметил «Фольксваген». Люди в этом происшествии не пострадали. Но вот и на марке «Фольксваген» пола досталось основательно. На днях в редакцию обратились сотрудники обминского предприятия «Пробетонгрупп», расположенного по адресу улицы Льва Толстого, 37. Жалобы на то, что работодатели не выплатили им заработную плату и не вернули трудовые книжки. В непростой ситуации попыталась разобраться наш корреспондент Евгения Борода. Предприятие «Пробетонгрупп» занимается производством изделий из бетона для стиральных машин. Сюда на работу молодые люди устроились в разное время. И каждому из них работодатель обещал официальное трудоустройство, которое в итоге затянулось на несколько месяцев. Первый месяц все было хорошо. Всем заплатили, и никто ни на что не жаловался, ни на какие издержки, ничего. При этом встал вопрос, будет ли нас устраивать официально. Всем сказали, да, приносите трудовые книжки, ИНН и так далее. Все принесли, у нас все от ксера копировали. У кого-то забрали трудовые книжки, у Жени осталась там трудовая книжка. Я ее не принес в тот момент. Нам все время говорили, завтра-завтра, завтра оформим. Нам дали подписать какие-то липовые договора, в которых не указывалась ни наша зарплата, ничего. В единственном экземпляре. Мы спросили про второй экземпляр, нам сказали то, что сейчас, сейчас, подождите, подождите, надо работать, сейчас некогда. Ну, так, на следующий день пришли спрашивать про договор. Та же самая история. Сейчас, завтра, завтра, завтра. А позднее горожанам перестали выплачивать зарплату. Как уверены сотрудники завода, предприятие явно не было убыточным. Изготовленная продукция ежедневно транспортировалась на завод Самсунг. В итоге, ближе к апрелю, к марту, нам начали кидать на деньги. Непонятно почему, мы до сих пор не можем понять этого. Потому что заключили со всеми договора, было уйма, очень много работы. Мы начали сами набирать ребят, ну, звонить знакомому, спрашивать. То есть, в основном, кадрами занимались, как бы мы сами. Мы ему доверяли на слово просто. Потому что те, кто до этого работал, сказали, да, ну, это ответственные люди, они заплатят. Потом просто они, видимо, поменяли свою. Просто когда я пришел с зарплаты, именно вот Акварин, мне этот Танислав говорит, я говорю, ну, можно получить зарплату? Он говорит, звонить своему генеральному директору, типа Дубинину. Я звоню Дубинину, а он говорит, что меня уже там нету, как бы я не могу заплатить, потому что я уже не директор. Я этому, ну, и Акварин говорит, что ну, я не знаю, чем тебе помочь. Молодые люди неоднократно обращались к своим руководителям. Однако добиться должного результата им не удалось. С чем разговор был? С Витей. С Витей. И Станиславом Геннадьевичем тоже. К Витей вопросы все. Я подходил, они вдвоем, мне Станиславом Геннадьевичем и Витей говорили, что вы теперь работаете 140 рублей в час. Это было в мае, это было 13 мая, это было. Ты что, прикалываешься? Серьезно, я говорю. Ты что, 140 рублей, прикалываешься? Нет, давайте, чтобы это самое не было. Это было в мае. Потом 100 рублей. Потом 100 было. Слушай, давай так. Не было такого. Если это было, то про это забыли. Я про это не знаю и знать не хочу. Понимаешь? Это первое. Второе. Работаем на результат. Есть результат, есть деньги. Нет результата, нет денег. Так как это производство считается вредным, сумма зарплат сотрудников пробитом групп была немаленькая. Генеральный директор, которому предназначали все вопросы, как оказалось, больше не работает над предприятием. А затем молодых людей попросту перестали пропускать на проходной. Да и трудовые книжки некоторым из них так и не вернули, ссылаясь на то, что они вообще здесь никогда не работали. Застучаться еще до одного учредителя компании Станислава Апарина нам так и не удалось. Горожане, оставшиеся без денег и трудовых книжек, забили в тревогу и начали обращаться за помощью в различные инстанции, в том числе и прокуратуру Обнинска. С их слов, заместитель прокурора рекомендовал им решить эту проблему в судебном порядке. А у молодых людей достаточное количество видео, аудио и документальных доказательств того, что они все-таки работали на предприятии «Пробетонгрупп». Евгения Бородай, Сергей Макрецов, Обнинск ТВ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Наш телефон Viber 8953-469-4191. Берегите себя, до встречи и всего вам хорошего! Редактор субтитров А.Семкин